Великая степь. Тысячелетия событий. Сотни кочевых племен и народов. Они жили, творили, свершали открытия, завоевывали огромные пространства и оставили нам немало загадок. Смотрите проект «Тайны Великой степи». Фигура воина в золотых сверкающих доспехах. Один из символов суверенного Казахстана. Бренд страны, известный всему миру. Как показало время, эта археологическая сенсация не стала единственной для нашей республики. В последующем были найдены и другие знатные воины и воительницы, облаченные в золото, в сопровождении крылатых коней, в богатом снаряжении и атрибутами царской жизни. Выражение «сакский звериный стиль» стало прочно ассоциироваться с золотыми находками. С золотом. Сколько бы времени ни прошло, исследователи до сих пор задаются вопросами. Можно ли вести речь о золотой армии саков, подобной терракотовой армии императора Циньши Хуанди? Почему саки буквально закапывали в землю драгоценный металл? Действительно ли у кочевников был так называемый иммунитет против золота? Еще в середине прошлого столетия раскопки древних курганов горного Алтая привели к неожиданным, даже сенсационным открытиям. Здесь в условиях вечной мерзлоты практически в первозданном виде сохранились останки знатного воина. Причем все золотые изделия были выполнены в зверином стиле, присущем именно сакам-кочевникам. Прототюрки владели технологиями плавки металлов, знали, что для достижения необходимой температуры нужен кислород, и умели, и создавали меха, как бы создавали вот эту систему наддува. Повышалась температура, и уже владели технологией литья, то, значит, они работали с песком. Кроме того, природа Алтая сохранила тончайшие шелковые ткани, одежду из войлока и яркие ковры. Вот что писала об этой находке исследователь Мария Завитухин. Мастерство исполнения, проявленное алтайскими художниками во всех областях творчества, поражает и по сей день. Оно отработано на протяжении нескольких поколений. С самого начала Сакской эры уже вступает такая категория открытия, такая категория предметов, как золотая одежда, как золотой костюм. Пройдет более двух десятков лет, и в совершенно неприметном кургане Исыка, один из лучших археологов современности Кемаль Акишев, найдет подтверждение величия сакских племен. Перед группой ученых предстанет юный царевич в золотом воинском одеянии. Саки носили на головах высокие островерхие тюрбаны, плотные, так что стояли прямо. Они носили штаны, а вооружены были сакскими луками и кинжалами. Кроме того, у них были еще сагарисы, боевые секиры. Это-то племя, оно было, собственно, скифским, называли амергийскими саками. То, что это не сам правитель, стало понятно сразу. Курган был безжалостно разграблен, видимо, неоднократно. Может, именно этим и объясняется его небольшая высота. Уцелевшее захоронение находилось в боковом ответвлении, что его и спасло. Сложно представить, в какие роскошные доспехи был облачен вождь и какие ювелирные изделия находились в его саркофаге, если рядом с его потомком было найдено более 4 тысяч золотых предметов. Это парадные идеи, во-первых. Есть спорные в научном мире, что золотой человек и так далее, как похоронный обряд. Я бы не так не считал бы. Дело в том, что когда человек уходил, не было слова «раньше умер». Умирает только животное, скотинь и так далее. Человек не умирает, человек приходит и уходит. То есть они тоже верили, что из-под ту сторону мир человека провожали. Одевали его в парадное одеяние, в парадном сброях коней, еда. И рядом сопровождаешь колесницы и так далее, и так далее, коммуникации. И провожали. Интересно, а почему Кемаль Акишев выбрал именно этот курган? Вокруг на 3 километра тянется гряда холмов, чья высота превышает Иссыкский в два раза. Интуиция ученого? Чутье? Голос предков? Как бы там ни было, после первого сверкающего война, в течение небольшого с точки зрения археологов отрезка времени, по всей великой степи было найдено еще несколько уникальных золотых людей. А счет ювелирных изделий идет на десятки тысяч. Так можно ли вести речь о золотой армии Исаков? Как говорил, по-моему, Саади, арабский мыслитель, у него есть такой афоризм. Золото скупца тогда выходит из земли, когда он сам уходит в землю. В случае с скачевой цивилизацией как раз-таки наоборот. Наше золото уходит вместе, уходит в землю как раз с его обладателями. Октябрь 1999 года. Атырауские степи. Раскопки кургана Оралтобе, который из-за необычной формы назвали лучистым. Здесь археолог Зейнула Самашев со своей группой обнаружил останки сарматского вождя и его супруги. Так Алтын-Адам обрел соратника. У сыпальницы было найдено оружие и лошади вместе с амуницией. А еще скелет беркута. Птицы – священный для казахов. Кольчуга, как принято, была расшита золотыми крупными и мелкими пластинами и бляхами. И все это великолепие украшено фигурками тотемных животных. Но с этим звериным стилем связана и неразрешенная до сих пор загадка. Он возникает как-то вдруг на огромной территории и в таких законченных формах, которые явно свидетельствуют о длительном пути предшествующего развития. 2003 год. Многочисленные курганы в долине Шеликты. В них погребены останки сакских аристократов. А в одном похоронен именно царь, считают ученые. Об этом говорит обилие золотых изделий, причем не планкированных, а литых. И украшений из клыков кабана – символ верховной власти. Возраст находки – VI-VII века до н.э. Здесь, под Тарбогатайским хребтом, и зародилась великая культура саков. И появился звериный стиль. Возможно, это и есть ответ на вопрос российского ученого. Как читал Кималякиш, это солнце, которое мы держим в руке, оно связано с солнцем. Культ солнца в древности имела огромное значение. И один из таких профанных пониманий – это в том, что когда сакский вождь облачался в свой золотой костюм, он превращался, сам превращался в солнце. Я думаю, вот это французское изречение Людовика, одному из Людовиков, когда я говорил, что он солнце, вот, это неспроста. Я думаю, это восточное влияние. В Европе золотых погребений, золотых царей нету. В 2007 году дорожные рабочие при прокладке магистрали в Акмолинской области наткнулись на захоронение, датируемое третьим-четвертым тысячелетиями до нашей эры. Если судить по конфигурации и планировке, оно было именно царским. Но перед археологами предстали лишь останки восьмилетнего ребенка, кости собаки и наконечник стрелы. А также скелет женщины, предположительно, служанки. Увы, маленькая золотая принцесса лишилась не только своих родных, но и всех богатств. Расхитители-гробниц тут основательно поработали. Кстати, трудно сказать, какое время курганы грабили больше, в древности или сейчас, когда у черных археологов на вооружении новейшая техника. Сенсацией 2010 года стал воин, найденный в кургане Талды. Он значительно старше первого золотого человека, как в прямом, так и в переносном смысле. Находка датируется шестым веком до нашей эры. Как отмечает Арман Бесенов, это было зарождение ювелирного искусства царских мастеров. Его нарекли карагандинским золотым человеком, народ так назвал. Это речь идет о могильнике Талды, Талды-2 в Каркаралинском районе. Там тоже были открыты золотые курганы сакской эпохи, ранее сакского времени. Очень много золотых изделий, литых, в том числе тяжеловесно-литых предметов. Очень много мелкого бисера. Если все это посчитать, включая мелкий бисер, там где-то порядка около 36 тысяч находок. Саки-кочевники золота для своих вождей не жалели. Никакой фольги, только чистый металл. А зачем экономить? Великая степь была и до сих пор остается хранилищем несметных природных богатств. Основные рудники, где на территории Казахстана добываются металлы, это железо, бронза, это цветные, драгоценные металлы. Все они сидят на древних выработках. Это как в Чизгазганске, так и в Восточном Казахстане, в Центральном Казахстане. Или причина таких роскошных захоронений была в чем-то другом? В том особом менталитете, который позволял драгоценный металл в буквальном смысле зарывать в землю? А может действительно у кочевников был так называемый иммунитет против золота? А что происходит, когда наступает эра саков? Что? Какие изменения должны были произойти, чтобы вождь стал солнцем перед своим народом? Солнечном одеянии, золотом одеянии. Он, наверное, весь сверкал. Это, если сейчас мысленно представить, его народ, Улус, его вождь выходит, например, во время Наурыза. Такой вот, Наурыз сам по себе, это религиозный праздник когда-то был. Он связан с природой, с обновлением. Мы можем представить, вот саковский вождь выходил в золотом обличении, и народ это воспринимал как признак того, что жизнь продолжается. Женщины-усаков имели равные права с мужчинами, и это доказывает другая, не менее ценная находка, без которой наш краткий обзор золотой армии будет неполным. Конечно, речь об Алтын-Ханшаим, как назвали ее археологи. 2012 год. Западный Казахстан. Археологи под руководством Яны Луквановой вскрыли третий по счету курган раннесарматского периода. Это и была усыпальница таксайской принцессы. Кстати, обряд захоронения отличался от найденных прежде. Тело царицы, облаченное в драгоценные одежды, сожгли. И когда ее гробница была открыта, прах буквально рассыпался, вспоминает Крым Алтын-Беков. Пиковую сажу мгновенно подхватил и развеял ветер. Так и осталась бы она для нас очередной загадкой. Но нет. Ну, это проект было осуществлено благодаря поддержке Нагаев Нурлана Скарыча. Хорошо он нам помог. Мы выпустили книгу. И нам удалось закончить консервационное и реставрационное мероприятие. И сделать, конечно, реконструкцию. Известный археолог Яблонский Теодорович. Он, когда увидел, он раскопал как раз филипповский курган Леони Теодоровича. И я, когда увидел, говорит, Крым, это же две сестрички. Еще богаче. И там было очень интересной находкой, которая могла бы говорить более полноценно про этого памятника. Реставрация длилась два года. Удалось восстановить даже татуировку. Кто же она? Принцесса? Дочь или жена вождя? Знатная дама? Жрица? А может быть, она сама командовала своим племенем? Увы. Пока ученые на эти вопросы ответить не могут. Однако для Крыма Алтынбекова куда важнее те предметы, которые окружали знатную даму. Головной убор по форме напоминающий саукеле. Его венчает искусно выполненная фигурка тотемного животного – горного козла. Отполированное зеркало. Посуда, отделанная золотом. И больше сотни ювелирных украшений тонкой работы. От крошечных бисерин до массивных подвесок на островерхой шапке. А еще изящный гребень со сложной инкрустацией из разных пород древесины. В лабораторных условиях мы полностью его же восстановили. Там сюжет баталии. Война перси с саками на колесницах. Мы даже восстановили этот ихний лик. Там три персона. Лучник, извозчик. И противостоит к нему сакский воин. Все их образы мы восстановили. Маленькая голова размером 2,5 мм мы все восстановили. Можно сказать, что именно в этой лаборатории заново родился золотой человек, и в прямом смысле восстала из пепла тоскайская принцесса. Обрели здесь вторую жизнь и многие другие археологические находки. Облачение сакских вождей, оружие воинов, иконская амуниция, филигранные женские украшения и предметы культа. В общем, многие из артефактов, которые стали жемчужинами музейных коллекций, и все это было отреставрировано именно в мастерской Крыма Алтенбекова. И это не только золотые изделия. Находки идентичных ювелирных изделий с едиными тематическими сюжетами и образами, выполненные в одной технике, в нескольких географических пунктах, удаленных друг от друга на значительное расстояние, свидетельствуют о том, что предметы звериного стиля из Исыка не исключительный случай, что это высокое искусство было распространено по всему семеречью. Шесть лет назад в Алматы широкой публике был представлен необычный проект – «Золотой воин». Его доспехи создавались по мотивам практически всех золотых находок сакского периода. Тогда, возможно, впервые и прозвучала мысль о золотой армии кочевников. Конечно, это название всего лишь символ. Пока на эту версию ученые смотрят скептически – не хватает археологического материала. Напомним, что в мемориальном комплексе императора Циньши Хуанди было найдено около 8 тысяч скульптур. Они заменили собой живых воинов, которые должны были уйти вслед за тираном. Однако в золотых курганах Великой степи не было найдено ничего подобного. Вместе с вождями саков были захоронены кони, оружие, атрибуты власти, украшения, но не останки других людей. Только в Акмолинском кургане рядом с юной аристократкой покоится служанка. Но, скорее всего, она скончалась вместе со своей госпожой от какой-то болезни. Причем и сами археологи, рассказывая о рассвете сакской культуры, о человеческих жертвах вообще не упоминают. Хотя богов, конечно, старались задобрить всегда. Вот тут вот этот как раз светильник, он и задает нам очень много вопросов еще до конца нерешенных. Жертвенную тушу архара, или горного козла, да, горный козел здесь, раздирает волки. Это не просто, так сказать, сцена потребления пищи, это действительно жертвоприношение в центре. И волки – это, вероятно, боги вот этого племени, которое и создало вот этот вот жертвенник. И причем свидетелями этой сцены стоят два ворона. Вот посмотрите, вот эти два ворона. А это полностью соответствует одной из легенд о возникновении казахского народа. Прародителями являлись волки, и свидетелями этой истории были как раз вороны. Итак, подтверждение тому, что сакские правители забирали с собой своих подданных, мы не получили. Значит, параллель с терракотовой армией нужно искать в чем-то другом. Но в чем? Возможно, именно в численности золотых воинов? Археологов еще ждет колоссальная работа. На огромном пространстве великой степи курганов тысячи. Но, увы, за две с половиной тысячи лет большая часть из них была разграблена. Так что сейчас вряд ли кто возьмется сказать точно, сколько же их было воинов золотой армии. Кстати, еще одна тайна, загадка великой степи, на которую до сих пор нет однозначного ответа. Это почему ни до, ни после саков никого из кочевых вождей не хоронили облаченными в драгоценные одежды. Великая степь скрывала и по сей день скрывает десятки богатейших погребений. Но все они, напомним, датируются одной эпохой. Как объяснить то, что килограммы золота предавались земле? Что олицетворяло оно для кочевников того времени? Предмет обмена, признак богатства или все-таки нечто большее? Золото, неутомимый странник, с радостью принимающий клевету и мошенничество, исполни желания наши. Толкователь всех языков, искусный посредник, неотразимый обольститель, мера людей и вещей, исполни желания наши. Вестник мира и сеятель раздоров, отпускающий праздность и сверхурочный труд. Союзник добродетелей и разврата, исполни желания наши. Пожалуй, полная сарказма цитата из капиталистических молитв французского политического деятеля XIX века Поля Лафарга как нельзя лучше характеризует отношение человечества к этому металлу. Однако у Саков оно было иное. Можно, конечно, объяснить все прозаично. В Казахстане было очень много месторожений золота. Алтай, прежде всего, нужно назвать. Это место не случайно Геродот назвал скифов тех времен стерегущие золото грифы. Помните, да? Центральный Казахстан, богат золотыми месторождениями. Это нынешняя Кокчетавская область, Павлодарская область. Кроме того, в те времена у Саков еще не было воинственных соседей, таких, например, как Китайская империя. А если и были, то далеко. Степь огромная, недра богатейшая. Уже были, так скажем, металлурги-профессионалы. И прапрадеды Зергеров по заказу узнать их ховали из золота и изысканные ювелирные украшения, иконские сбруи и кольчуги. Зачем? Ведь этот металл, по сути, мягкий. От копья или стрелы у рога вряд ли защитит. Этот эпизод в Ветхом Завете, где Моисей разбивает, скрижали Божьи, когда народ, когда сыны Израиля сделали себе золотого тельца, и стали поклоняться им. Это интересный момент. Ничего подобного мы не находим в устном эпическом наследии тюркских народов и вообще в кочевой цивилизации. Такой дилеммы у кочевников никогда не было. Кемаль Акишев называл золото теплым металлом, олицетворяющим солнце. Но подобный культ, как мы знаем, существовал у всех древних народов. Ну, историкам известно, что, в общем-то, достаточно развитая и прогрессирующая цивилизация родилась все-таки не на той прародине человека в Африке, а именно вот в более северных областях, где происходит резкая и достаточно значительная смена климатических вот этих вот этапов времени. И поэтому солнце, которое обогревало человека, ну и давало, так сказать, было основой жизни, конечно, было, в общем-то, на уровне одного из самых главных божеств. И золотые башки ацтеков, и солярные знаки инков, и, конечно, закованные в золотые саркофаги египетские фараоны. Все это символы почитания небесного светила. И все-таки у саков была своя особенность. По мнению Ефрата и Мамбека, они понимали морально-нравственный аспект значения этого металла. В отличие от других цивилизаций, например, Ближневосточной или Западной, кочевники не поклонялись ему. Золото имело для них более глубинный, сакральный смысл. Вот, золото накапливалось, безусловно, золото передавалось по наследству, но ведь и с золотом расставались легко. То есть его возвращали в землю, туда, откуда оно пришло. В этом одна из характерных черт тенгрианства, как мировоззрение кочевников, то есть замкнутость. То есть все тенгрианство, как гармония, все то, что пришло из земли, и возвращается в землю. Вот в этом, наверное, и есть иммунитет. Ну, откуда происходят разговоры о неком каком-то иммунитете? Ну, во-первых, особого такого иммунитета и не было, потому что если почитать все примеры фольклора, эпический жанр и прочее, там есть всегда, он весь пронизан восторгом, восхищением, перед золотом вообще, перед его блеском, но и золото как вообще синоним богатства, славы, известности, это, в общем-то, так сказать, не подвергает сомнению. Впрочем, для ученых и для каждого, кто задумывается о прошлом, сакские ювелирные украшения и доспехи – это не унции драгоценного металла. Это крупицы истории, позволяющие приподнять многовековую завесу времени, узнать, как жили наши предки, какими они были воинами и ювелирами, скотоводами и металлургами. Не так давно, где-то год-полтора назад, петербургский ученый Константин Чугунов, когда приехал в Казахстан, он так, шутя, перед своим докладом произнес вот такую реплику «Я приветствую Казахстан, страну золотых людей». И надо было двуяко понимать, то есть золотых людей, которые жили в прошлом, или же золотых людей, которые в зале сидят. И все мы дружно зааплодировали. Потому и продолжают археологи свои исследования, метр за метром изучая великую и бескрайнюю степь. И земля, словно в благодарность за кропотливый труд, с каждым годом приоткрывает нам все больше своих тайн. Но их по-прежнему остается еще великое множество.